Микс Ньюс Депутатрическая дума и руководитель общественной организации Парата СПЕКС Игорь Кузьмук у нас в студии. Добрый день. Здравствуйте. Какое-то время вы у нас уже не были, по-моему, несколько месяцев. Много событий произошло в политике, около политики, в городской жизни. Но вот если мы говорим о близкой вашей организации, вот Парата СПЕКС, тела разума, теме интеграции, то фактически в интеграции вообще полный тупик, мне так кажется. Ничего не происходит, даже такой символический жест уходящего президента, господинаврения с об автоматическом гражданстве детям, у которых оба родителя не граждане. И то, я так понимал, продвижение этого законопроекта застопорилось все ими, а речь-то идет, по-моему, о нескольких десятках младенцев в год. Да, там получается, что-то посчитали, то ли 20, то ли 30 человек. В год. Теоретически это может подпасть под вот это. Да, при том, я так понимаю, законопроект касается еще не родившихся детей, только в 2020 году. Что происходит вообще? Ну, вообще, конечно, это, так сказать, смачная плюха. Посадили на место, что называется, человека уходящего, который был президентом. То есть, вот, хорошая идея, он с ней... Уже дважды, фактически, в первый раз заблокировали. Он уже давно с ней, что называется, носится, так можно сказать. Ну, и напоследок сказали, ну, не знаю свое место, в общем-то, у нас тут своя повестка дня, без себя разберемся. Ну, морально так это звучало. То есть, в эту повестку дня решение проблемы не гражданства не входит, конечно. Да, то есть, сегодня, да, к сожалению, да, мы видим, что есть какая-то, скажем, реальность, которая, скажем, в правительстве, в Сейме, и есть реальность в жизни. И они, эти реальности, практически не пересекаются. То есть, если мы по факту, по факту, есть многонациональная страна, что действительно так есть, у нас выходишь на улицу, можно услышать очень много языков, не только русский и латышский, еще и польский слышен, еще и английский сейчас очень заметен, даже французский заметен. То есть, мы по факту, многонациональная страна, так это было всегда, так оно и есть. Но сегодня мы видим, что есть довольно агрессивная группа, скажем, упертых националов, которые почему-то решили, что Латвия только должна быть для латышей. Они сегодня не так смелы, чтобы говорить это открыто, но они своими действиями все это показывают постоянно. То есть, постоянно находятся какие-то темы, чтобы, что называется, русских вопросов не видеть, не замечать. А по возможности лучше даже еще сделать так, чтобы было побольнее. К сожалению. Вы имеете в виду по поводу побольнее, видимо, вот эту эпопею, очередную попытку добиться через парламент сноса памятника освободителя. Ой, много чего, много чего. Что касается памятника, это имеет перспективу? Я почему говорю, поскольку вот даже новоизбранный президент Левиц сказал о том, что, ну нет, давайте памятник засидеть не будем, он прямо здесь в нашей студии сидел вот на вашем месте, а напротив поставим другой памятник. Ой, больная тема. Ну, вот вы коснулись президента, вот в очередной раз, к сожалению, лично у меня президента нет. И я уверен, что и в большой части населения люди не могут тебе сказать, да, ребята, это мой президент. В очередной раз мы увидели, что человек, ну не знаю, со своим мышлением, который, в общем, далеко от реальности, человек, который, ну, как сказать, во-первых, это человек, который исполнил заказ или, как это сказать, наказ, он автор преамбула Конституции, благодаря которому Латвия медленно, но уверенно трансформируется в моноэтническое государство. То есть, то, чего не было никогда. То есть, человек, который просто, ну, своими руками переделал весь смысл существования Латвии. Но, тем не менее, сегодня мы живем в Конституции, в которой в преамбуле написано, что смысл государства состоит в том, чтобы сохранять исключительно, там, скажем, латышскую нацию, а остальные нации так, чтобы просто, не знаю, неплохо кушали, то в телеконституции написано, что Латвия есть многонациональная страна, где власть принадлежит латвийскому народу, что есть понятие составляющая. Поэтому, раз так, то в зависимости от того, кто в власти, так и удобнее сегодня трактовать основной закон. Сегодня власти ярко выражены на националисты, в основной своей массе, да, которые соревнуются в том, что как можно больше, там, скажем, посильнее загнать нож и повернуть его, что называется, условно говоря, в тело русского человека. Вот подходим плавно к этому памятнику, о чем мы заговорили чуть-чуть раньше. Конечно, когда я, честно говоря, я когда вот увидел, прочитал о инициативе Левица, что, ну, то есть, сносить памятник не надо, надо поставить рядышком памятник другой, который будет, мы же все-таки победили оккупацию, да, не чтобы вот они рядом стояли друг на друга, смотрели два разных памятника. Один, как бы, за оккупацию, другой против оккупации, как, вроде, такая мысль. Вот, ну, действительно, сама идея по себе, ну, просто бредовая. Почему? Потому что, ну, и что тогда у памятника напротив там написать надо тогда что? Там, скажем, слова ульмениса, вы остаетесь на своих местах, я остаюсь на своем месте. То есть, ну, бредятина полностью. То есть, мы будем прославлять, скажем, слова человека, к примеру, да, который призвал, по большому счету, не сопротивляться. То есть, я вот как-то не пойму, то есть, может быть, он до конца не знает истории, может быть, он не хочет знать эту историю, но на самом деле она ведь довольно сложная. То есть, в истории Латвии были разные периоды. То есть, ну, вот этот период, наверное, ну, не обязательно прямо вот так прославлять. Ну, и еще есть в теме звучат другие идеи, да, ну, если сносить, не сносить, ну, давайте его переименуем. Назовем официально, там, не знаю, где-то табличку поставим, что это памятник советским оккупантам, вот посмотрим, как туда люди будут приходить, сказал депутат Камечкин. Знаете, как, действительно, действительно, идентичности людей, живущих в Латвии, разные. А идентичности русскоязычных людей, да, большинства из них, и, скажем, латыши отличаются в чем-то, да, ну, действительно отличаются. Я прекрасно понимаю, что для части населения, скажем, 9 мая, возможно, действительно, ну, это потеря независимости. Это действительно, я это понимаю. Но я также понимаю, что для львиной части населения, то есть, они так воспитаны, что это победа, это победа над общим врагом, который, по большому счету, владел всей Европой тогда. То есть, и то, и другое, правда. И нам бы, в нашем многонационной истории, надо бы найти какой-то, не знаю, способ общежития с этими правдами. Совсем не обязательно одним или другим до конца победить, потому что это невозможно. Это просто невозможно. Если мы, если одна часть не будет замечать другую часть, то это кончится, но это кончится плохо. Поэтому не замечать русские вопросы нельзя, не замечать латвийские вопросы тоже нельзя. Если я, как, скажем, общественник, говорю о том, что, ну, не знаю, стою на, на, о том, что, говорю о том, что русские вопросы надо замечать, некоторые говорят, что это радикализм. Ну, простите, я говорю, что такое радикализм тогда. То есть, вот, если мы, как общественная организация или как партия, например, да, говорим о том, что мы за то, чтобы, ну, допустим, да, сегодня это совершенно точно понятно, что в Латвии государственный язык один латышский. И больше никаких преимуществ. Дальше люди, не знаю, занимают свое место в Верархической лестнице согласно своему умению и образованию. И это единственное, действительно, ну, там, скажем, да, это правильно. А если говорить, нет, ничего подобного, сначала должен быть латышом, потом все остальное. Вот с этим я не согласен. Значит, получается, я русский радикал, если на других понятиях стою. Ну, простите, если бы я сказал, что, ребята, вот, как вы говорите, да, то есть, ну, там, скажем, Латвия для латышей, но я прихожу и говорю, тогда Латвия только для русских. Вот это радикализм возможно. Но ведь это же то же самое. Значит, получается, в одном случае я радикал, а в другом случае я совсем не радикал, когда говорят эти люди с другим знаком. Так получается. Вот интересно, что вот есть разные мнения, естественно, в обществе есть ваше. Вот, к примеру, госпожа Шуплинска, новый министр образования, говорит о том, что учителя сами хотят, чтобы быстрее все школы перевелись на, перешли на латышский язык, а там уже вместе с ними и все детские садики. Она сказала, что это и учителя, и ученики. Все? Да. Ну, как сказать, ну, это сказка, ничего не сказать, да. Если это, ну, скажем так, подмена понятий, это тоже, ну, понимаете, как аналогия, опять же, получается, что в концентрационных лагерях люди с удовольствием находились, и они были счастливы там находиться. Но это похоже, вот очень похоже, я, может быть, немножко утрирую, да, но очень похоже тезис. Ну, как так, то есть, совершенно это ведь очевидно, педагогик, если она педагог, и педагогика, наука довольно, ну, так скажем, довольно понятная и описанная, да, то есть, если совершенно точно описано, что ребенок должен, там, скажем, наибольший возраст, когда он поддается воспитанию, это, скажем, от трех до пяти лет. Лет. То есть, и это семья, и в этот момент закладываются основы ребенка, и он уже на 70% уже потом, после пяти лет, его практически нельзя изменить. И, естественно, что он воспринимает свои основные науки, близко к этому возрасту, исключительно на родном языке. То есть, да, никто же не говорит о том, что нужно не знать иностранные языки и государственные языки, надо знать как можно больше, но это совсем другая задача. Если говорить о том, что они сами хотят изучать быстрее латышский язык, ну, в замену своего родного, ну, простите, но это подмена понятий, это, ну, это, ну, я бы это назвал, действительно, это какой-то политический садизм. По-другому это не скажешь. То есть, какой-то издействительный мне трудно подобрать. Но это совершенно неправда, уверен в этом, потому что иначе тогда она просто не педагог, она не знает основы науки. Да, вот интересно, что вот когда был на неделе сорван кворум по законопроекту о негражданах, о детях неграждан, да, то вот депутат Домброва небезызвестно заявил о том, что он очень рад, что удалось сорвать кворум. И вот этот закон о предоставлении будущим нелояльным людям гражданства, он вообще очень вредный и опасный, это провокация. То есть, я так понимаю, что уже младенцев заранее записывают о том, что когда они вырастут, они будут в Латвии нелояльны. Понимаете, такое ощущение, что, ну вот, все чужое, все плохо. Понимаете, как, это, ну, скажем, радикальную, что есть такая радикальная партия со своими радикальными взглядами, я могу понять. Но обидно то, что у нас среди партий в Сейме на этой теме развернулись соревнования. Кто больше, кто крепче, кто, там, не знаю, больнее, да, то есть, пнет русских или Россию, или еще что-то. Ну, то есть, такое ощущение, что других вообще вопросов нету в стране. То есть, просто все хорошо. И действительно, ну, национальную партию, я могу понять, у них такая идеология. Но когда другие пытаются ее обогнать, перегнать, ну, это становится, ну, обидно и досадно. К чему это все приведет? Не сегодня, завтра, послезавтра. К чему это все приведет? — Да, Игорь Кузьмок, у нас в студии, депутат Режеской, друг, руководитель общественной организации, правда, сперксива, разума. А вот вы годами, наверное, уже почти 20 лет проводите эти бесплатные курсы латышского языка. Вот эта вся политика еще вообще каким-то образом, ну, не знаю, не оттолкнула людей от ваших курсов, потому что вы не скрываете, что одна из задач, не единственная, но одна из задач вот этих бесплатных курсов латышского, это и подготовка на экзамен натурализации. — Да, это я как всегда, так я говорил, что это одно из основных наших орудий труда. Точнее, наш калашников, это просто учебник сегодня. Это совершенно точно, да, мы занимаемся этим, потому что, как общественная организация, тем, что обучаем бесплатно латышскому уже, наверное, лет 17, именно потому, что на самом деле у нас в стране большая несправедливость. Действительно, просто если бы, может быть, в 90-х годах мы не раскололи общество пополам, мы бы сейчас совсем по-другому бы развивались. Но даже если это случилось, надо как-то ведь это менять. Поэтому я считаю, что и действительно так и получилось, что у нас на самом деле за это время очень много людей натурализовалось. Да, конечно, много и уехало, но все-таки нужно понимать, что, наверное, если бы у нас не было этого количества новых граждан, ну, вряд ли, наверное, получилось бы, не знаю, в Рижской Думе, скажем, получить большинство. Ну, в любом случае, это правда. Ну, это посильное то, что мы должны сейчас делать обязательно. И до тех пор, пока это будет востребовано, мы этим будем заниматься. Как в рамках Рижской Думы есть программа, так и в рамках общественной организации «Правдоспекс» мы этим обязательно занимаемся. Да, вот вы упомянули Рижскую Думу, насколько вероятно потеря согласиям и честь власти в Риге, поскольку, ну, спекуляций очень много. На сей счет, сейчас вы ответите на этот вопрос. Напомню, что вы можете задавать вопрос нашему гостю и по WhatsApp. WhatsApp, 2-3-0-6-1-9-1, пожалуйста, присылайте ваши вопросы, я с удовольствием их озвучу. Есть и телефон, как вы помните, 6-2-12-9-3-9, возвращаясь к ситуации в Рижской Думе. Ну, значит, если люди проголосуют против, вот мы ее и потеряем. То есть, мы-то ведь... То есть, вы к экзамену готовы? Абсолютно. Я считаю, что, ну, конечно, у нас есть законы, есть на 4 года выбраны и парламент, и самоуправление. Мы работаем, то есть, естественно, разные... Это понятно, что, в общем-то, когда глава Думы уходит, да, уходит... Руководитель партии. Руководитель партии, причем оба, в Европарламент, да, то понятно, что проходит определенная перестройка, переорганизация. То есть, немножечко перенах... Это без этого никак, потому что это совершенно точно. Нужно как-то по-другому это все поставить. И я думаю, что у нас все получится. Конечно, ну, кто-то согласен с этим, кто-то не очень согласен с этим. Но в любом случае, это предмет диалога. То есть, и я так думаю, что у нас нет никакого выхода, другого выхода, как только найти диалог. И мы уверены, что его найдем обязательно. То есть, ну, а если понадобится... То есть, в принципе, есть шансы, при которых вы доработаете два года. Ну, а что значит шанс? У нас ведь есть закон, он прописан. Если мы два месяца подряд не собираем, скажем, кворум на пленарном заседании, вот тебе и пожаловаться перевыборы, да. То есть, ну, значит, если так, то так. То есть, ну, я думаю, что мы соберем. Ну, а если не соберем, ну, тогда, значит, еще раз пойдем подтверждать свой мандат. Получится. Если люди оценят, хорошо. Не оценят, ну, значит, пускай другая коалиция себя покажет. Да, ну, выборы, я по-моему, все-таки показали, что пока избиратели с вами по большей части. Понимаете, ведь мы по вектору развития другие. Мы другую модель показываем. Да, возможно, где-то какие-то были ошибки. С этим, ну, действительно, очень большой организм где-то что-то могло быть всегда. Это, признаю, вполне возможно. Вот. Но сам способ развития, то, что мы делаем для людей, оно отличается. Например, там, детские площадки, например, социальная защита, например, там, не знаю, бесплатные проезды пенсионерам, бесплатные школьникам обеды и в детском садике. То есть, это чуть-чуть по-другому. Это даже я вспомню по себе. В советское время, например, да, у меня были проездные льготные. У нас у всех в советское время, у школьников, проездные были льготные. Они были дешевле на транспорт, да, то есть, но это все равно нужно было платить одну треть. А у нас как сейчас? То есть, даже тогда этого не было. Поэтому, ну, по большому счету, люди видят, если они посчитают, что это плохо, ну, давайте попробуем другую модель. Мы на уровне страны, мы видим, какая у нас есть модель, мы видим, какое у нас пришло правительство, да, да. Мы видим, например, что у нас над нами стоящее министерство, региональное министерство, да, где господин Путсов, руководитель. Министерство следы регионального развития, да, да, да. Он не так давно был депутатом Рижской думы, сейчас он стал министром. Ну, и что, мы можем сказать, что он действительно не предвзято руководит своей организацией? Ну, конечно, еще судебное разбирательство будет, насколько он законно отстранил мэра Ушакова. Ну, простите, сейчас я уже читаю сегодня, что уже есть предупреждение в Дагопиловскую думу. То есть, такое ощущение, что вот почему-то туда, где Саска не отдала власти, почему-то какие-то вот обязательные предупреждения, да. То есть, сказать, что это так случайно, ну, мы же в каком мире живем? Как случайно? Посмотрим, конечно, конечно, будет суд, и не раз, и не два, но сам факт, то есть, такое ощущение, что человек пришел отомстить, и он это делает? Почему он это делает? Кто-то говорит разные вещи, может быть, он какой-то бизнес свой защищает, может быть, нет. Ну, всякие слухи ходят, так что время-то покажет. Поэтому, по большому счету, мы где-то, может быть, заложники вот этой политической борьбы на уровне муниципалитета. К сожалению, это правда. Политическая борьба между партиями, а могут пострадать обычные люди, то есть, и их социальные программы. Ну, что-то плохо. Я понимаю, что вы не в руководстве партии, но ваше ощущение, я не прошу назвать фамилии, вот на ваш взгляд, будет ли новый лидер в случае в неочередных выборах в Рижскую думу? Я не имею в виду лидер партии, поскольку не Ушаков, пока не мере до осеннего съезда остается председателем партии. Вот нужны ли вообще новые лица? Нет, ну, и да, и нет, но это, понимаете, партия – это живой организм. Многие люди приходят из каких-то меркальтильных соображений. Бывает такое, ну, бывает, ну что, потому что когда большой организм, 5000 членов, например, всякое ведь может быть. Кто-то и вправду пришел работать, а кто-то нам просто решил решить вопросы свои по-быстренькому, пока мы у власти. Такое тоже бывает, вот, ну, сейчас тоже ситуация, видите, да, то есть, когда у нас часть депутатов почему-то не осталась с нами. То есть, всякие бывают люди. Что касается лидера, понимаете, как, если разобраться, внутри нашей фракции, да, в Рижской думе достаточно профессионалов. Я могу смело, скажем, перечислить фамилии, например, профессионала от медицины Байба Розенталы. Так? Правда. То есть, я могу смело назвать фамилию, скажем, специалиста по транспортным вопросам, Вадим Фальков, которого, наверное, ну, в Латвии, я думаю, что таких специалистов единицы. Еще другие отрасли, да, абсолютно. Сказать, что это наши лидеры партии, ну, так уж промпартии нет, но в своей отрасли совершенно точно. Скажем, долго руководил социальными вопросами Ольга Ваденя в Рижской думе. Профессионал с большой буквы в этих вопросах. Может быть, это, ну, конечно, не уровня, там, скажем, Нила Ушакова, скажем, узнаваемость. Но у нас, я считаю, что, ну, в этом и есть смысл, что у нас команда работала, даже тогда был лидер партии мэром города. Да. А команда осталась и будет работать. Вот интересно, вы упомянули первую часть, я такую делаю затравку, уже мостик на вторую часть, после перерыва. Вы так с грустью сказали, что Левиц не мой президент. Вот, к сожалению, и по поводу Венеса, очень многие так считали, и он никаким образом ничего не сделал для того, чтобы стать, как говорится, нашим президентом. Вот, а что нужно сделать, чтобы вот президент, которого избирает, к сожалению, не весь народ, а сейм, стал нашим, если так можно сказать. Вот об этом мы тоже поговорим после перерыва. Не переключайтесь, Игорь Кузьмук у нас в студии, во второй части будем принимать ваши звонки. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Еще раз, Игорь Кузьмук, депутат Редческой Думы, от фракции Согласия. У нас в студии, руководитель общественной организации «Пратоспекс». Вот мы в первой части сделали такой вот мостик, в часть вторую, о том, что же нужно сделать, или как должны себя вести депутаты сейма, что президент действительно был президентом всех латвийцев. Хотя, господин Левиц такую заявку сделал, сказал, что да-да-да, я там хочу быть президентом всех латвийцев. А если будет всенародный выбор, я знаю, что вы вообще выступаете давно за смену всей избирательной системы. И как выбирать президента, и как выбирать парламент, и так далее. Одно то, что у нас популярность парламента, сами знаете какая, одно то, что люди практически не верят в эту систему власти, это совершенно очевидно. Почему они на прошлых выборах с удовольствием купились на популизм, когда пришли популисты, и им сказали, вот всем по 500, там, 500, 500, 500. Да, захвата, это не облагаемый минимум. Совершенно очевидно было, что обман, но тем не менее люди купились, почему? Потому что люди хотят что-то нового, а политики не дают им нового. И эта система не может дать ничего им нового. Ну вот, например, тот же пример, скажем, сейчас вот на Украине. Ожидания были бешеные, да, и есть ожидания бешеные. Пришел абсолютно новый человек, люди, что называется, опять купили этот, вступили в контракт с этим человеком. А будет что-то новое? Да трудно сказать, понятно, сейчас, конечно, еще рано говорить. Но в Латвии совершенно очевидно, что у нас под каждые выборы становится абсолютно, ну как, какая-то формируется новая компашка, которая, там, не знаю, обещает все всем, получает, на один созыв изначально, получает, там, не знаю, становится правящая коалиция, потому что вне правящей коалиции нужно всегда оставить русских, условно говоря, русских, да. И поэтому они прекрасно понимают, что в этом случае они все равно где-то попадут, например, Каймич, кто его знал, да, то есть как партию. А сейчас уже развалились, но все равно в правящей коалиции 4 года. И поэтому запрос в обществе на новое есть, а политики дать новое не могут. Поэтому я считаю, что ничего плохого бы не было, если бы была абсолютно новая система, при которой половина парламента были бы одномандатники, которые не зависели бы и от воли партийного босса, что очень важно, а зависели бы исключительно от своего района, который его выбрал, от людей. Ну, другое дело, что ввести это должны тоже эти политики. Поэтому раз это введут эти... Сами они себе по ногам стрелять не будут, да. Конечно, такого рода революционные изменения возможны только, пожалуй, и методом таким же. Эволюционным вряд ли это получится. А что касается все-таки президентов, когда он должен быть стать нашим, понимаете, я не вижу ничего хорошего, когда насаждаются люди с абсолютно нехарактерной ментальностью для этой земли. То есть, я говорю, в первую очередь, вот, например, был президент и иностранец, иностранка Варя Вики Фрейберга, да, человек, который сформировался за границей. Молодые годы провела, да. А в лучшем случае, ну, даже в среде, где были, ну, так скажем, мигранты. Люди, озлобленные на ту самую систему, которая их вытолкнула из Латвии. Поэтому, естественно, человек, может быть, и сам по себе добрый и порядочный, но по духу всегда готовый отомстить. Сейчас мы видим похожую ситуацию с левицем. Человек, который тоже формировался в другой среде, да, то есть, опять же, в этой среде, где отомстить русским за что-то такое, или советским точнее, да, правильно и, наверное, ну, стоило бы. И эти люди приезжают сюда со своим менталитетом и показывают нам, местным аборигенам, как правильно жить. Я не считаю, что это правильно, да, то есть, я не говорю о том, что премьер-министр у нас тоже американец, президент у нас там с двойным гражданством, да. Поэтому ничего хорошего от этого не будет. Конечно, надо, чтобы наверху были люди, которые выросли на этой земле, которые собираются жить на ней. А часто бывает так, что, к сожалению, такое складывается впечатление, что политики или министры не собираются жить на этой земле и свою семью здесь, скажем, не собираются растить. Я сейчас уже плавно перехожу, наверное, к другим министрам. Да. Потому что я был обескуражен, обескуражен. Я сейчас говорю о Пабриксе, да, который, будучи в Америке, совершенно точно, по крайней мере, как я читал по медиа, да, что он сказал, что мы будем счастливы, если Америка поставит сюда ракеты средней дальности «Патриот». Ну, понимаете, как, вот я опять, такое ощущение, что на самом деле он не отождествляет себя на долгую перспективу с этой страной, с Латвией. Он готов, он говорит, что мы будем счастливы. Он кого-то об этом спрашивал. Он, может быть, свою партию спрашивать только мог, но он у людей об этом поинтересовался, у граждан, у неграждан, у латышей, у русских, у всех. Это значит, что мы становимся мишенью первого возможного превентивного или ответного удара, скажем, от нашего соседа? Ведь, судя по доктрине России, которая совершенно точно объявила о том, что все то, что будет размещено там в Польше, в Румынии, в Прибалтике, как получается, да, и плюс еще места, где принимаются решения, они будут рассматривать как объект первого удара, превентивного. Ну и зачем нам это тогда получается? То есть мы заблаговременно хотим стать обязательно мишенью, ну, не знаю, в чьих-то чужих войнах? Зачем? Ну, может быть, у господина Пабликса есть своя позиция, он считает, что надо защититься от возможного удара. Он, может быть, так считает, но целесообразно на эту тему у людей поспрашивать. Это правильно? Это было бы правильно, потому что за его партией, там, не знаю, 15% или сколько-то там, да? И он говорит за всю страну, он даже говорит за то, что мы будем все счастливы от этого. Что-то совсем неправда. То есть, ну, вообще неправда. Если бы он сказал, что, ну, было бы неплохо, как-то там подобрал бы формулировки, ну, как мы можем быть счастливы, если мы остановимся все без разбора мишенью? Да. Вот не могу не задать вам вопрос, поскольку он приходит и по линии, да, и звонки есть. Ну, вот вопрос по линии WhatsApp пришел, вас спрашивает, во-первых, работаете ли вы в каких-то муниципальных предприятиях? И второй вопрос, все ему не доверяет, но доверяет ли решение правящей коалиции Рижской Думы? Вот такие два вопроса. Видимо, второй вопрос больше к социологам. Понимаете, как правящая коалиция Рижской Думы, это же, во-первых, ну как, она практически вся участвовала в выборной кампании сейчас вот на европейские выборы. Правильно же? Ну, то есть, если мы видим, что получили два мандата, два лидера партии, как раз представляющие коалицию Рижской Думы, да, но есть, наверное, определенное доверие, есть. Что касается меня персонально, в муниципальных предприятиях я не работаю. Я работаю в акционерном обществе Аутоста. Это совершенно открытые данные, то есть, да. Спасибо. Но это не муниципальное предприятие. Это не муниципальное предприятие. Примем звонок, потом продолжим. Добрый день, слушаем вас, пожалуйста. Добрый день. Вот, господин Козьмок, у ведущего упоминал вот этот, значит, срыв кворума по поводу голосования, по поводу младенцев. Ну, значит, то, что предлагал якобы президент наш, да, значит, сорвали кворум на комиссии 9 человек, вышло легалы, но, конечно, Мурнице с Юдином, они, конечно, против. Кучинский против, чтобы не огорчать, шучу, утрирую, чтобы не огорчать Домброву с Интерсом. А почему вышел, значит, Владимир Никонов, который, в общем-то, от согласия, который своим голосом мог решить этот вопрос. То есть, чтобы не огорчать Домброву с Интерсом, или почему? Вы поняли вопрос, или мне разъяснить? Да, не могу узнать то, что произошло в СЭМе, потому что там не работаю. Но, насколько я понимаю, там был вопрос не в одном человеке в этом кворуме, насколько я помню. Да, там, по-моему, не хватило. Честно скажу, то есть, у меня тоже возникал такой вопрос, я не знаю, что случилось, может, человек заболел, может, что-то, я не знаю. Там не работаю, но, по-моему, там все-таки двух или трех не хватало человек. Вот, возвращаясь к тому, что вы сказали, значит ли это, что по существу ваши ощущения, что между двумя соседними, Латвии и Россией, вот таких добрых отношений еще не будет долго, поскольку есть, с одной стороны, у нас санкции, взаимные санкции, с другой стороны, мы тут патриоты закупаемся, Россия тоже делает соответствующее заявление, что мы тоже будем рассматривать, как вот объекты первого удара, а мы вот так, а вы вот так. Значит ли это, что пока нет позитивной повестки дня, как вам кажется? Понимаете как? У меня, например, иногда складывается впечатление, что если мы, если даже несколько стран, и мы в том числе, перестанем быть ярко выраженными русофобами вовне, для внешнего пользователя, русофобами, ярко выраженными, то все существование страны перестанет иметь смысл. Такое ощущение, что мы так хотим кому-то угодить, кому это надо, да, то есть в геополическом смысле, что мы просто напрочь забываем о своих личных интересах, личных интересах нашей страны. То есть, и поэтому, ну, если время от времени, вернее, постоянно в соседа только плеваться, ну, как он будет относиться к нам? Вот вы посмотрите, даже, ну, это действительно тренд, который я тоже с удовольствием, ну, как, отслеживаю в прессе, да, даже в русскоязычной прессе, все, в большой стране России, если что-то вдруг произошло негативное, это на первых полосах. Другой вопрос, а если что-то произошло позитивное, что-то такое тоже бывает, а об этом вообще ни слова, как правило, зачем это делается? Ну, вот так, наверное, хотим и выслужиться. Почему у нас такая, какая-то, не знаю, арабская направленность? Вот я не могу определить, почему так. Но это правда. Вместо того, чтобы прагматично развивать свои интересы, интересы нашей страны, торговать с соседом, что выгодно. Не знаю, кто нам мешал поучаствовать в Северном потоке? Кто нам мешал? Страна получала бы просто транзитные деньги. Кто-то мешал? Транзитные деньги, ни за что. Я помню прекрасно эту эпопею, когда она только начиналась, что только не говорили, что вот у нас практически есть готовая газохранилица в Дойбеле, что там не только, мы сейчас вот-вот будем, сейчас поставим счетчики, будем ни за что деньги рубать лопатой. Говорили, радовались, пришел приказ, откуда-то, наверное, из-за океана, и все закончилось мгновенно. Оттуда пришел приказ, мы мгновенно закрыли банки лучшие. Просто мгновенно. Потом там говорят, а мы не особенно это и просили, но мы-то все равно уже прогнуться успели быстрее всех. Это очень печально, потому что мы все-таки страна, независимая страна, юридически. Вот возвращаясь к тому, что вы сказали по поводу того, что были ошибки в Рижской думе, ну, интересно, что у меня такое ощущение складывается, что до 25 мая... Ошибки были, а потом их не стало. Потом их не стало, да. Да. Нет, я тоже уделяюсь, как отрезало. Как только стало понятно, что, скажем, получились два мандата, и Ушаков уходит, все как отрезало. Все маски шоу кончились. То есть, у нас же неделя начиналась, понедельник у нас стабильно, кто-то куда-то приезжал, кого-то где-то, извиняюсь, вентили, забирали. Репортеры знали, это все наперед случайно. Все это было, ну, по полной практике. Сейчас, ну, пока, наверное, не очень понятно, что будет дальше, как бы, да, то есть сейчас в момент идет переговоров с коалицией, да, но как-то так стараются не мешать. Даже просто удивительно просто. Как же это так? Ну, тем не менее, это правда, правда. Да. Вот еще раз в нашем радиосуществе было понятно, что вы за кресло не держитесь, я так понял, и вы готовы к неочередным выборам. Ну, мы вообще, мы есть депутаты, выбранные людьми, народом, да, то есть если люди дали нам этот мандат, да, то есть если мы, так сказать, заключили договор с людьми, что они нам доверяют на это определенное время работать, мы работаем, если люди говорят, мы вам больше не доверяем, мы, пожалуйста, это же, ну, как, как может быть по-другому, это мы полностью, скажут перевыборы, значит, будет перевыбор, надо будет, останется в оппозиции, будем в оппозиции работать, кусаться, что делать? Ну, простите, будет так, потому что, ну, другого выбора не будет, мы там, это не вечное, это нормально. А вот бесплатные курсы, которые вы проводите, вы будете их проводить вне зависимости от того, вы будете в оппозиции, в правящей комиссии? Этим бесплатным курсом уже, там, 18 лет, а в Рижской думе мы, там, 10, да, то есть они, как общественная организация, эти курсы у меня ушли до этого, да, и что пока есть спрос, я лично, персонально этим буду заниматься всегда. Как только спрос кончится, ну, простите, спрос кончится, то есть, ну, сегодня люди идут, звонят, и, по крайней мере, я точно знаю, что маленький вклад, но если так разобраться, 1015 новых граждан, наша общественная организация точно сделана. Ну, в целеду, что после ваших курсов они пошли на то улучшения. Да, получили гражданство, а это, как минимум, полтора мандата в Сейме, плюс еще примерно не меньше же Рижская дума за это время сделала, то есть это серьезно, и это реально то, что мы видим, люди, люди стали активнее. Люди стали активнее и звонить, к сожалению, пацаны весь эфир, но успеем принять звонки. Добрый день, слушаем вас, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый вечер. Хотел бы напомнить по поводу Северного потока. Помните эти 12 миллионов трубы мы хотели складировать в Венсплосе? Да. Запретило наше правительство. А госпожа Сталуэма, когда приехал сюда премьер-министр Украины, господин Яйцинюх, вот, она так и объяснила, что Северный поток нам не надо, поскольку он может забрать в потоке газа у Украины. Вот так вот. Мы же не думаем о своем народе, и мы не думаем о том, что нас кормят на сегодня. Германия, как бы это ни было, те деньги, которые мы получаем с Европейского, это германские деньги, но мы кусаем руку тех, кто нас кормит. Спасибо большое. Да, мы действительно понимаем, что это в основном, кто основной спонсор и донор Европейского Союза. Может быть, не только одна Германия, но большие, богатые страны. Еще один звонок, наверное, примем. Добрый день. Слушаю вас, пожалуйста. Хлоу, здравствуйте. Здравствуйте. Господин Кузьмин, вот такой вопрос. Вы говорите, надо с Россией налазывать хорошее отношение, что мы там в угоду, ну, я так понимаю, американским хозяевам делаем все против. А скажите, пожалуйста, а кто Украину раздербанил как ту же грелку? Не Путин ли? И как можно, например, признать Крым нашим, который вы, наверное, так и хотите признать? Давайте, признавайте. Только я посмотрю потом, как вам будут украинцы смотреть. Даже если Лукашенко скажет, что я не могу это сделать, что мне тогда украинцы будут плевать мне в спину. А вы вот хотите, видимо, такую политику проводить. Спасибо большое. Вам видимо, а мне не видимо. То есть у нас есть своя политика, абсолютно своя, и мы ни на кого в этих вопросах не смотрим. Простите, то, что происходит на Украине для меня, как носителя фамилии Кузьмук, очень близко. И действительно, я очень переживаю, что там происходит. Я не буду не давать никаких оценок, но то, что там происходит, мне очень-очень, ну, как сказать, не нравится. В общем смысле, не нравится. Потому что я уже говорил, касался немножечко этого момента, что совершенно очевидно, что в Украине, как и в Латвии, есть запрос на все новое. И политики пока этого нового запроса, этот запрос не удовлетворяют ни у нас, ни у Латвии. Не удовлетворяют. То есть это что значит? Это значит, что люди все равно недовольны, что у нас, что там. И это плохо. И это может привести к плохим последствиям везде, в любой стране, если политики не удовлетворяют спрос простых избирателей. Да, ну, я так понимаю, что если вы продолжите работать в Лидической Думе, и в Лидической Думе в нынешнем составе продолжат, то вы все-таки попытаетесь запрос в Лидических избирателей удовлетворить и те обещания, которые давали два года назад выполнить. Абсолютно. У нас эта программа, уже вы прекрасно все видели, что у нас было записано в предыдущих кампании, да. То есть социальная программа, то есть все это, естественно, будет работать. Обязательно. Плюс, я еще что хотел сказать. Еще очень важный момент. Будем просто реалистами. Не хочу никого пугать, но предположим, вот вы сейчас, мы сегодня говорили о памятнике в том числе. Я не знаю, если вдруг будет кардинально другая коалиция в Рижской Думе, как, ну, я надеюсь, что все-таки памятник защищен договором между Россией и Латвией, да, о взаимном сохранении памятных мест. Но я не уверен, что этот вопрос не торпедирует в негативном ключе. Поэтому в этом смысле, конечно, не дай бог, но, скажу честно, тогда просто я не знаю, чем это все может кончиться. Я думаю, что это действительно серьезный вопрос, который лучше бы не касаться. И, по большому счету, находясь там, мы, по крайней мере, этот вопрос контролируем, что в Рижской Думе этой инициативы точно не будет. — Да. Ну вот интересно, в последние, наверное, минуты нашего эфира только что фракция Тебевисуата в Рижской Думе выступила с инициативой, чтобы все муниципальные дошкольные учебные заведения с 2020-го учебного года перевести только на латышский язык обучения. — Ну а вот фракция в Рижской Думе, она вообще, ну, она не хочет поговорить, может быть, не знаю, о Белом Доме, о Байконуре, о чем угодно. То есть это не уровень Рижской Думы, это вопрос САИМа. Если САИМ примет решение передать, значит, заберут и без разговоров. То есть, ну, уж точно сейчас не муниципалитету это решать. Муниципалитет не отвечает за смысловые наполнения программ обучения. Муниципалитет отвечает за, не знаю, канализацию и за трубы в школах. Поэтому, ну, это такое ощущение, что они просто сейчас, им нужно в конце учебного года, так сказать, что-то обязательно написать, они написали, потому что они как бы стоят на своих позициях. Но, по большому счету, это не по адресу точно. — Ну, по крайней мере, я так понимаю, что пока эта коалиция власти вряд ли закроется, сады национальных личностей. — Нет, нет. Мы делаем все возможное, чтобы ничего подобного даже близкого не было. Но я говорю, что здесь ситуация такая, что это можно легко сделать, если есть решение САИМа. — И последнее вдогонку, это как бы вам, как модно раньше было говорить, я не люблю такое слово, но как-то так получается, что она как раз уместна. Наказ вот от избирателя за 10 лет с Ригасного Павла Дниксом не разобрались. Два месяца ждал сантехников, пока меня не послали. Я знаю, что вы не работаете в этом комитете, не отвечая за Ригасного Павла Дниксом, но, видимо, там тоже пора наводить порядок. — Конечно, сейчас об этом идет речь, что, конечно, это большая, очень большая организация. Ведь, еще раз, вот просто в двух словах. Эту организацию сделали такой большой, потому что нужно было сделать так, что в начале отопительного сезона нужно было начинать сезон брать кредиты. Маленьким домоправлением кредиты не давали банки. Поэтому нужно было увеличивать, чтобы… Вы помните, как начинались сезоны отопительные? То есть никто… Ну, были дома, которые замерзали, просто потому что долги. Все, Ригасилков не включал. Поэтому нужно было что-то делать. Приняли решение объединять большое, ему с удовольствием дают. Ну, конечно, внутри организации получилось, бардака хватило. И то, и то. Ну, вот, конечно, будем исправлять. Обязательно будем исправлять. Но я все-таки считаю, что нужно разбираться с каждым конкретным случаем. Если есть конкретный случай, то есть конкретно кому обратились, конкретно как чиновника звать, кто вас послал, извиняюсь. Не просто кому-то позвонил, кому не знаю. Смело нужно требовать свои права. Я звонил там, не знаю, такому-то, 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 единицу, такому-то. Мне сказали, во столько-то, во столько-то будет. Не было. Пожалуйста, примите меры. Отдел такой-то, адрес такой-то, телефон такой-то. Это нормальный разговор. Депутат Республики Кузьмук у нас был в студии. Большое спасибо. Спасибо вам.